Вперед! Вперед! Два раза в день Лариса приходит в парк нефтехимиков выгуливать свою собаку. Здесь организованы специальные площадки. Каждый раз на свежем воздухе Лариса и Марли проводят по полтора часа. Собак нельзя держать в доме. Их надо как можно больше давать им свободы, чтобы они бегали без привязи. Вот для этого в парке были организованы две площадки, одной из которых мы стоим. И сегодня эту площадку закрыла администрация парка своим распоряжением. Причина всему – жалобы уфимцев. В соцсетях распространились сообщения горожан, которые называют состояние парка и площадки для выгула собак позорищем и убожеством. Люди недовольны гнилыми деревьями, покосившимися заборами и неубранной территорией. В администрации парка говорят, площадка для выгула была временной. Теперь ее организовали в другом месте. Данная площадка находится на содержании парка с 1994 года. Она в то время находилась у нас между Ватаном и ограждением с улицы 40 лет Октября. Туда мы площадку на Калинино мы переносили временно, до того момента, пока у нас не были проведены работы по восстановлению теплотрассы для спортивной школы номер 26. Площадка подготовлена новая со стороны 40 лет Октября. Она, будем говорить так, в порядке. А ту площадку мы закрыли, потому что она свои функции выполнила временные. За новую площадку владельцам собак придется платить – 2000 рублей в год. Если разделить эту сумму на 365 дней, то получится 5,5 рублей в сутки. На территории парка нефтехимиков есть еще одно место, где можно выгуливать домашних питомцев. Но эта площадка тоже платная. К сожалению, мы не располагаем такими возможностями, потому что за выгул на этой площадке администрация клуба «Ника» взимает плату 150 рублей в час с одной собаки. Если же места для выгула четвероногих друзей есть, хоть и платные, то самим людям гулять по парку некомфортно. Об этом в один голос заявляют мамы с маленькими детьми. Многие из них сами проводили здесь время в детстве. Праздники часто очень проходили. День города какой был шикарный. Всегда цветочки, клумбы. То есть, ну все детство здесь. А сейчас, к сожалению, этого нет. Гулять с детьми негде, во-первых. Единственная площадка платная. И то сейчас еще закрыто. Все, а больше ничего. Сами же прекрасно видите, негде с детьми гулять абсолютно. Парк прям рядом, площадь огромная. Вот даже в песочке негде, чтобы детям поиграть. Грязь везде. Сейчас он опять в пивнушке всякие откроется. Не очень приятная картина. Парк нефтехимиков построили в середине прошлого века. Тогда он назывался городским садом Победа. В советские годы здесь стояла парашютная вышка. О былых временах жители Черняковки вспоминают с ностальгией. Здесь были бесплатные аттракционы, были платные аттракционы. Здесь было прекрасное место для прогулки с детьми. Я здесь гуляла со своими малолетними детьми. Здесь было убрано, здесь было чисто. Здесь были дружинники даже в какой-то момент. Сейчас, конечно, ничего этого нет уже. От парка ничего не осталось. Остались только коммерческие аттракционы. И то они работают нерегулярно. В этом году на содержание парка из городского бюджета выделили 3 миллиона 800 тысяч рублей. В дирекции говорят, этих денег хватает только на оплату коммунальных услуг и частично на зарплату сотрудников. Территорию в 10 гектаров обслуживают 12 человек. Выполняют все работы, какие могут. К примеру, покрасили все скамейки, подготовили урны к покраске. Мы начинаем готовить аттракционное хозяйство, игровую площадку. В общем-то, мы делаем все возможное, чтобы парк привести в порядок к 1 мая, к дню открытия летнего сезона. Но даже к этому времени листья с газона не уберут. Сейчас они выполняют функцию бинта, защищают и лечат. У нас почва больная. У нас были исследования. То есть мы не трогаем листья, специально мы их убираем только с дорожек, если вы видите. То есть мы оставляем этот покров для того, чтобы сохранить ту часть гумуса, которая, будем говорить так, требует особого тщательного ухода. Кроме того, дирекция парка говорит, нужно время, чтобы привести территорию в порядок. Сейчас они лишь поддерживают состояние парка и ждут реконструкцию. Наш парк внесен в график реконструкции администрации города Уфы. В этом году заказан будет проект управления коммунального хозяйства. Это я говорю сейчас то, что знаю. В городской администрации рассказали, что в этом году парк нефтехимиков реконструировать не будут. Да и сроки не называют. Поэтому парку придется еще ждать и держаться на плаву. Рустам Нурешев, Руслан Габидуллин, городской телеканал ЮТВ.